Доброе утро, мои дорогие! Доброе утро! Вот такое, наконец-то! Без дождя! Ура! Ура, товарищи! Не, ну правда, задолбал дождик, сколько можно-то? То ли дело, вот такая красота. Ну, понятно, что днем будет жарко, и опять начнем стонать. Жарко, солнышко надоело. Ну да, человек такая скотина, вечно чем-то недоволен. Но пока я очень рада. Хорошо, прям хорошо. Хорошо, встала я рано. Да, минут что-то 15, наверное, седьмого. Собственно, и не так и рано. Вот. Уже кое-чего доделала. Вчера вот вечером начала. Ну, почти сделала браслетик. Сегодня утром его доделала. Вот. Ну и чего? Включаем новый день. Что ж еще-то? Вот такое чудо. Посмотрите, во что превратилось. Что-то с глазом. Что с тобой приключилось-то? Приходит поесть. Ну, видок, конечно. Мама, не горюй. Да, бедные животные. Господи. Ой, а сколько их будет осенью? Ой, когда отдыхающие уедут и бросят этих щеночков, котяток. Ой, я бы за это убивала. Вот честно говорю. Ведь человек же должен думать. Должен же понимать. Тут, блин, под машину попадают коты. Вся изведешься, блин, обревешься. А они просто бросают и все, и уезжают. Ой, люди, люди, человеки. Что ж вы делаете? Ну, а у меня тут скажут бардак. Нет, не бардак. А творческий беспорядок. Вот вчера эту штуку доделала. А я, наверное, вам показывала. Достала салфетки. Не знаю, сейчас попробую. Да когда не занимаешься докупажем долго, и потом начнешь что-то делать, в результате, мои дорогие, то того нет, то это не найдешь. А сейчас у меня, после костиного набега, я вообще найти ничего не могу. Страшные люди. Перфекционисты. У которых во всем порядок. Все лишнее выкинуть, убрать. Не бывает творческих людей, перфекционистов. Ну, а если и бывают, то у них по-другому это выражено. Так, забыла уже, чего хотела. Вот такой сделала браслетик. Это камушки. Я думаю, что это или кварц тонированный, или агат тонированный. Они, ну, почти прозрачные на свету. Ну, такая морская тематика. Вот. И вот. Надо вот это колечко перевернуть. Вот такое тут. Сердечко вот такое. Ну, сейчас я на руке вам покажу. Вот. Сейчас случайно напало про Черноморск видео. Блин, и не знаю, как украсть у них кусочки. Ну, люди с дрона снимают. Конечно, интересно, красиво сверху. Ну, на компе будет полосками. Не знаю, как. А как мне его теперь найти? Я плохо в этой технике разбираюсь, которую Костя мне. Сделал-то. В общем, не знаю, попробую. Ну, очень мне понравилось. Прям так сверху интересно все это смотрится. Да, техника идет вперед, и за ней не угонишься. Те дроны денег-то стоят немерено. А потом они пропадают очень часто, разбиваются. Это дело-то такое. Мало мне было одной занавески. Я вот решила продолжить. Но почему я решила продолжить, мои хорошие? Очень много у меня материала, который, ну, вообще у меня никуда не идет. Пластик такой, что, знаете, ну, он такой дешевый, и видно сразу, что это пластик. А мне не хочется делать из пластика. Ладно, там какие-то винтажные вещи, я их себе для коллекции оставляю. А вот, ну, в общем, чтобы не тащить все это в Питер, я вот продолжаю свою занавеску. Мне лишь чем заниматься. Я же так просто сидеть не могу, так... Ой, не могу. Дурынде скоро будет 65 лет. Ну, вот так вот, да, подумать? Сидит, ковыряется с бусинками. Ну, что поделаешь-то, если хочется. Так еще, ладно, хочется. Ведь все же деньги трачу. Я вот езжу, да, когда в Питер, Мурманск. Я мало того, что все свои деньги трачу, еще и трачу все, что мне дети дают. Поэтому Саша и ругается на меня. Мама, ты лучше себе что-нибудь купи. А мне себе неинтересно. Вот и получается. И лежит все это. Коробками. На Инстаграме тоже все это раз в месяц что-то продастся. А делать все равно хочется. Ну, вот такой вот он. Это не какое-то железо. Это сталь хорошая. Сама цепочка. Ну, и вот такое вот курортное какое-то получилось украшение. Пальмочки, якоря, в общем, рыбки. Вот такое вот. А я, опа, Лариса Табашникова, новое видео. Вот сейчас же ведь приклеюсь и буду смотреть. Ну, вот так вот он смотрится на руке. Застежка у него тогол. Удобно застегивать, расстегивать. Сломал у меня, Сашка, руку мою пластиковую. Не на чем показать теперь. Вся покусанная бабушка. Ой, господи. А так мне одной рукой не поправить неудобно. А сейчас, мои дорогие, вот хочу поговорить с вами о грустном. И вспомнилось мне начало восьмидесятых. Почему вспомнилось? Да вот пересмотрела я несколько видео, что сейчас творится в Афганистане. И нахлынули у меня воспоминания. Ну, более молодые-то и не помнят об этом. А наш возраст-то помнят. Кого-то это и не коснулось. Меня коснулось. У меня там трое друзей погибло. Это с кем мы прыгали с парашютом в молодости. Трое ребят молодых. И вот сейчас. 20 лет там были американцы. Сейчас они просто позорно сбежали. В темноте. Бросив машин. Тысячи штук. Все оборудование. Оружие, которое теперь пойдет по рукам. Ну и такое предчувствие у меня. Да и не только у меня. Что опять поедут наши ребята туда. Успокаивать этих талибов. И опять будут на родину лететь груз-200 в черном тюльпане. Я не знаю, помните ли вы знаете. В 87-м году Розенбаум написал песню «Черный тюльпан». Я до сих пор ее слышать не могу. У меня просто вот до истерики. Я не являюсь его поклонницей, но у него есть несколько вещей, которые просто вот не оставляют равнодушной. Если кто не слышал, послушайте. Вот очень меня это пугает. Обстановка. Очень не хочется. Чтобы через 30 лет повторялось все. Оно, наверное, повторится. Скорее всего. И как всегда, знаете, под знаком того, что афганцы просят помощи у России. Да не помощи они просят, а наркотрафик надо сохранить. Вот и все. Я человек, конечно, аполитичный. Я вообще стараюсь. Я понимаю, что от нас ничего не зависит, но когда такие вещи случаются, я не могу. Слишком много еще живых, которые пережили то время. Ребят еще живых, которые воевали там, которых просто бросили туда умирать. Очень не хочется повторения этого всего. И так обстановка такая страшная, что творится вокруг просто. Я уж просто не затрагиваю эти темы. Но очень не хочется. Вот так что уж простите меня, но это просто крик души. у нас у всех дети, внуки. Страшно за них. Ну, а теперь о хорошем. Сейчас звонила мне Марина. У нее замечательная новость. Она летит в Турцию на неделю в Кемер. и получилось все это так прям внезапно. Ой, она такая довольная. Я говорю, Марин, я тебе прям завидую. Она говорит, я сама себе завидую. Обещала снимать видео. Вот, так что будем ждать и будем смотреть, как она в Кемере будет отдыхать. Я прям ну так за нее рада. Она так устала. она же и работает, и дом, и внуки, и за друзей, за всех болеет, дела делает. И, господи, и юбилей Серегин этот с тысячи человек. Ну, человеку надо же когда-то отдыхать. А она же не умеет отдыхать. Ну, ну как вот. А тут хоть улетит на недельку, все останется в России, а она отдохнет. приедет и с новыми силами опять за работы, за всех. Ну, так что буду ждать ее видео, смотреть, завидовать. Я говорю, я вот абсолютно независтливый человек, но вот в такие моменты прям да. и главное все так быстро. Она говорит, и ты полетела, но тебе время надо выехать, и потом я же не привитая. Так что вот жизнь стала, господи. Ну, вот, все как всегда. Потихоньку идет какой-то сериал. а я вот баночку обклеила. Вот. Вот такая. Мне очень нравится эта салфетка, причем нравится она мне в течение многих лет. у меня была целая пачка, и вот я ее практически израсходовала. Ну, раньше я докупаж гораздо чаще делала. Докупажила все подряд, что под руки попадалось. Вот. ну вот буду теперь думать, что дальше делать. Ну, симпатичная, да, правда салфеточка? Вчера вам показывала. Смотрите, прям шишка твердая. Она болит и чешется. Ой, как надоело вот это. Все жрут. И что жрать-то, старая больная женщина? Невкусная же уже. Что с телефоном? То темнеет, то светлеет. Вон, видите, какая хреновина. Время уже час дня. Я сварила себе непонятно похлебку какую-то. Индюшатинка осталась. Ну, филе порезанное мелкими кусочками от моих. Картошечки туда, кабачку. Ну, в общем, сейчас поем, пойду хоть видео выложу. Еще видео не выкладывала. Вот так у меня время и проходит, мои дорогие. Сегодня жарко. Посмотреть хоть сколько градусов -то там. Ой, прям огурцов-то, огурцов. Надо снять их, а то потом забуду. Так. Ну, да. Тепло, скажем так. Как розочки зацвели. надо эти вечером снять, они распустятся вечером. Я забываю. Все листья поедены. Говорят, что он ядовитый. А что же он весь поеденный листья милый. Тоже какая штучка симпатичная. Последние розочки на этом кусте. Как приятненько, да, свои огурчики. прям красота. Пусть их немного, но они здесь и быстро отходят в Крыму. Куда мне их много? Мне их вообще-то нельзя. Ну, нельзя, но хочется. Вот, сейчас сделаю себе салатик. Красота! А я, девчонки, поспала часик. Сейчас время 4 часа. Вот, я прям ровно часик выключилась. До жарища сейчас 31 градус. Ну, чего? Все, и можно просыпаться и по новой за дела браться. Ну, что, мои дорогие, доделала я бидончик свой. Я не хотела его делать ярким, каким-то золотом, чем-то таким. В общем, такой. Сделала вот такое кружево, ну, такое, как будто немножко состаренное. И крышечку у меня вот такая вот тоже. В общем, вот такой скромный получился бидончик. Тут сама салфетка за себя говорит. Ну, что тут еще? Вот. Вот. А сам процесс я на Яндексе Ден выкладывать буду. как я салфетку тут гладила с лаком для волос. но это кому интересно, кто хочет этим заниматься. Вот. Так что я на Яндексе это выкладываю. Так, Сашуля моя выезжает послезавтра в Питер. На двухэтажном поезде поедет. Вот. А Макарик внук тоже поедет, но он отдельно поедет. вот она приедет и я ее попрошу, чтобы она вам ссылки на Яндекс Дзен выкладывала под видео, потому что так что-то без ссылок фиг найдешь там чего. что-нибудь засыплю в эту баночку. Мне просто эти банки очень понравились. Это Костя с Таней покупали сок в таких банках. И у меня вот их тут несколько штук. Удобные с ручечками чего. Только надо лаком покрыть, а лака у меня нет. Надо лак купить. Я еще пока никуда не ездила. Так что вот так вот. Зайки мои, давайте-ка я с вами сейчас попрощаюсь. Заката не буду ждать. Мне надо поливать. Да хочу в комнате убраться. И я явно закат пропущу. Вот. Поэтому в общем новости я и так вам все рассказала за день. А, да, еще. Андрею, другу моему, будут делать еще одну операцию. Так он речь понимает. Руки, ноги у него работают. Но там еще остатки опухоли удалять в голове будут. Я говорю, слушайте, а что, сразу нельзя было этого сделать, что ли? Страшно опять копаться-то. господи. Ой. Ну, в общем, ладно, будем ждать там результата. Что хочу сказать, девчонки. Мух, я не помню, чтобы столько было мух, сколько вот сейчас второй день, вот после этих дождей жарко стало, мух, пауков откуда-то взялось миллион. И комары кусают и днем. Это просто какой-то кошмар. Вот работаешь на улице вроде, а такое прям желание уйти домой, закрыться и нафиг. Это ужас какой-то. Да что ж такое-то, а? это вот наверное вот от этой влаги, которой столько было, что ли. Ну мухи просто вот ой, я их не переношу. Это единственное насекомое, которыми я вот так брезгую. Поэтому на летней кухне я все дела прекратила. Не могу я вот это вот прям знаете сидишь вроде работаешь и такое ощущение хочется вокруг навешать липучек этих, чтобы на тебя ни одна тварь не села на руки. Вот так что вот такие дела. А если я буду еще закат снимать, будет очень длинное видео. Так что мои хорошие давайте хорошего вам вечера. Время уже восьмой час. Спокойной ночи. Пусть все будет хорошо. Все неприятности нафиг по боку. Все. Держим себя в руках. Стараемся не нервничать, не переживать. ну и все будет хорошо. Я вас обнимаю, целую, мои хорошие. Давайте до завтра. Завтра увидимся. Пока-пока, мои дорогие. -пока.